Здравствуйте, ребят! Доброе утро! Физкульт! Привет! Что это такое здоровье? Почему? Очень культурное привет! Да, и физическое, и культурное! Да, но почему физкульт привет-то? Так все спортсмены здороваются! Ну а вы тут причем, вы что, раз спортсмен? Да, рыболов спортсмены! А охота разве не спорт, а? К тому же я еще в детстве в футбол играл! У меня на правой ноге всегда красный повязок висел! Что, в дружинку что ли было? На ноге! А почему на ноге-то? Смертельный удар! Мы куда-то в танки ломались! А вот я, иду я как-то по лесу! Опять по лесу? Нет, по тропическому! А, как вы попали в тропические леса! А, понятно! Ну, видите ли, в молодости я в футбол играл! Ну, и мы очень часто выезжали за рубеж! И вот однажды мы очутились на необитаемом острове Тихого океана! На необитаемом острове! Да, ни с кем же вы там в футбол играли с обезьянами? А, нет! Там была сборная команда! Но самое-то смешное, товарищи! Футбол там играет не мячами! А что? А кокосовыми орехами! Да! И вы, конечно, выиграли! Выиграл 15-0! Ой, что вообще? Или 17-0, вот я вот точно не помню! Да, а сколько вы лично забили? Я лично забил много! Не то 12, не то 14! Да! И головой забивали! Головой! А как же! 6-7 я забил головой! И головой забивали? Да что вы! Ведь это, чтобы кокосовый орех забить головой, какая-то голова должна быть! А! Так-то со слабой головой на необитаемые острова не пошлют! Что же верно! Ну, ой, я вам скажу, вы и мастер! Только не забивать, а загибать! Так вы что, не верите? Нет, почему мы верим, верим! Такой головой, такой головой, кокосовые орехи можно не только забивать, но и разбивать! Завидуете? Да, плохо иметь слабую голову! А я на свою голову не жалую! Значит, тоже разбиваете! Чего? Как чего? Орехи! Да сами вы твердолобы! Не твердолобы! Да только не надо! Мне вы на охоту даже! Родить вы не можете! Ну, друзья! Ну, скажите лучше мне, пожалуйста, вот... Да не скажу, не скажу! Устенок говорит, у него голова твердая! Так вы же и простые разбиваете, понимаете? И кокосовые! Да! Ну, скажите мне, друзья, что самое главное в спорте? А, это пожалуйста! Это пожалуйста! В футболе это ноги! В баскетболе это рост! В стрельбе это глаз! Так! А язык? Ну, что вы я не... Да что вы язык, язык, ну... Нет, нет, нет! Вы не говорите, не говорите! В одном английском городе в 55-м году был даже проведен чемпионат мира! Среди кого бы вы думали? Среди болтунов! Ах! Ах! И кто стал чемпионом мира? Человек, который проговорил без остановки 133 часа подряд! 133? Нет, это ерунда! Как ерунда? Его ерунда! Нет, это не ерунда! В общем, 133 часа, значит, по 5 уроков, сколько, 26 дней, почти месяц, ерунда! Ерунда! Я знаю ребят, которые болтают целую четверть! Да, но они болтают-то с перерывами! Да, на переменках делают остановки! А, значит, их рекорды нельзя признать официальными! Да! А то еще один, я знаю, чемпионат, очень редкий, проводился в Америке! Да! По подслушиванию! Ну, круглая комната? Так! В комнате 12 дверей, посреди сидит человек и бубнит себе чего-то такое под нос, понимаете? А около 12 дверей 12 человек подслушивают! А ты, кончинка, да? Это ерунда! Да, ну, я знаю ребят у нас, которые услышат подсказку из соседней школы, и не то, что из-за двери! Неужели? Тренировка! А я знаю еще одну чемпионку! Американка, 17 лет, просидела в бочке, прикрепленной к 20-метровому шесту! 211 суток подряд! Почти год! Да, почти год, то же ерунда! Почему же? Да, ерунда! Я знаю ребят, которые в одном классе сидят, по два, по три года! Да! Да! Но все-таки в бочке... Так, чего в бочке-то в классе-то труднее, их в бочку посади! Так они будут просто счастливы! А что в бочке-то? В бочке уроков учить не надо, так темно! Ага, хорошо! Пасел, откуда вы знаете таких рекордсменов? Да он сам такой! Да ковыд на себя посмотрите, не надо! А откуда вы все это знаете? Вот вам и не надо! А кто это не знает? Вы попросите вот ребят, телезрителей, они вам о таких рекордах в их классах расскажут! Да, расскажут! Нет, а что если правда, ребята? А может вы нам напишите о своих горе-рекордсменах? Только черниявенничать! Да, и не преувеличивать! Да уж! Да!